Просьба к переболевшим ковидам срочно сдать кровь. Такие мольбы о помощи все чаще появляются в социальных сетях. Действительно ли плазма выздоровевших может спасти жизни пациентам с коронавирусом? Почему ее нельзя сдавать рожавшим женщинам? И работает ли плазма вакцинированных людей? Выясняла Людмила Батюшкина. Мама тяжело болеет коронавирусом. Срочно требуется плазма переболевших людей. С просьбой разместить объявление о сдаче крови обратилась к блогерам Карагандинка. Она не захотела дать интервью. Но врачи подтвердили, что плазма помогает исцелить людей от ковид-19. Антитела из крови переболевших попадают в организм больного и инактивируют вирус. В основном снижается интоксикационный синдром. То есть это выраженная слабость, вялость, снижение температуры тела, то есть нормализация ее. После данной плазмы, то есть переливание, процент перехода с дальнейшим на ИВЛ еще что-то, то есть минимизируется так же. Сейчас, на данный момент, мы применяем ее и довольно-таки видим положительные эффекты от нее. Лечение переливанием плазмы переболевших начали в Китае еще в начале пандемии. Потом эффективность подтвердили российские врачи. Прошлым летом в разгар заболеваемости такое лечение проводили в Казахстане больным в реанимациях. Сейчас оно включено в протокол Минздрава и при лечении пациентов со средней тяжестью. Но плазмы действительно не хватает. Инфекционные госпитали постоянно требуют плазму. За ее сдачу донору выплачивают вознаграждение 22 275 тенге. Но сдавать ее могут не все. Только здоровые мужчины от 18 до 50 лет и женщины, у которых не было ни беременности, ни родов. Это связано с наличием у них антител, которые появляются в крови после беременности. Они одновременно с кровиными антителами могут определяться при анализе. У них недостоверный результат получается по антителам при анализе. Сейчас начали брать плазму у вакцинированных через две недели после первой прививки или через две недели после второй. Пока обследовали только тех, кто получил спутник ВИ. Как правило, у них высокий процент антител в крови. Но из шести вакцинированных только у одного антител достаточно для лечения плазмой. У переболевших процент от сева еще выше. Им можно сдавать плазму в течение максимум шести месяцев после болезни. 600 мл плазмы от одного донора хватит на лечение трех больных.